В течение четырех дней с 26 февраля по 1 марта Буй вновь был спортивной ареной Костромской области. 13-е зимние спортивные игры на призы губернатора стали третьими по счету проведенными в этом городе. Развитие физической культуры и спорта является одним из важнейших приоритетов региональной и муниципальной политики. Проведение областных спортивных игр стало уже доброй традицией. Для того, чтобы принимать эти региональные соревнования в Буй создана вся необходимая инфраструктура. Ежегодно здесь проводятся десятки городских, областных, межрегиональных и всероссийских соревнований. В день приезда команды зарегистрировались, получили необходимые инструкции, номера, сувениры с символикой 13-х областных зимних спортивных игр. За каждой командой был закреплен волонтер, сопровождавший спортсменов к местам проведения соревнований и проживания. Правда, большинство участников спартакиады с Буем уже хорошо знакомы и обходятся без сопровождения. Какой настрой? Добиваться, побед, выигрывать. Не в первый раз приехал? Нет, не первый. Есть только положительные эмоции. Все клево, все хорошо. Увидимся с другими участниками, с кем-то знакомишься, с кем-то общаешься, познаешь что-то новое. Здесь зимняя спартакиада уже проводится третий раз, но я здесь была на летней спартакиаде. По-моему, было это в 2007 году. Мы едем с северо-востока Костромской области, ну где-то около 350 километров. Зима есть, зима. Еще даже хуже были условия, когда выступали. Бывали морозы, бывали в дождь. По льду лед растаял, по льду по растаянному бегали. А настрой-то у вас какой? Настрой нормальный, боевой. Только на победу? Будем драться, сколько сможем. Ну что ж, у вас настрой только на победу, я так понимаю. Ну, за участие в первую очередь, а там как получится. Традиционно основная программа соревнований проводилась по четырем видам спорта. Лыжи, зимний полиатлон, конькобежный спорт, шорт-трек и биатлон. Также в программу были включены соревнования семейных команд и глав муниципальных образований. Первый день начался с первых состязаний. Ими по традиции стала силовая гимнастика. Это первая составляющая из трех входящих в зачет соревновательной программы семейных команд и полиатлонистов. Мужчины и мальчики подтягивались, женщины и девочки отжимались. Среди городских семей с девочкой самыми сильными оказались Лебедева из Буя, вторыми – Родионова из Нерехты и третьими стали Чиркина из Шарьи. Я отжилась 45, мама 50 и папа потянулся 11. Это все для чего ты делал? Ну, заниматься спортом, поддерживать себя в форме. Семьи из городов с мальчиком распределились следующим образом в турнирной таблице. Первыми после силовой стали Лебедева из Мантурова, на втором – вместе Голубева из Костромы, третий – Хлыновы из Галича, четвертыми стали Солнцевы из Волгореченска. Тройка лидеров у семей с девочкой из районов после первого состязания выглядела так. Первыми стали Зарковы из Буйского района, вторыми – Шишовы из Павенского, третьими – Соколовы из Солигалического. Среди районных команд семей с мальчиком первые результаты оказались такими. Впереди – Овчинниковы из Костромского района, за ними – Сусловы из Нейского и на третьей позиции – Еперины из Макарьевского. Среди городских полиатлонистов в силовой гимнастике равных не было Андрею Оленеву из Шарьи. Он подтянулся 62 раза, набрав тем самым 101 очко. У галичанина Сергея Вовчика результат – 39 подтягиваний и 84 очка. Костромич Ильяс Ахмедшин на третьей позиции с результатом 33 подтягивания и 76 очков. У женщин из городов лучший результат у Юлии Изотиной – 110 отжиманий, что принесло ей 93 очка. Второй стала шаринка Лилиана Яковлева, отжавшаяся 73 раза, у нее 76 очков. И замкнула тройку лидеров Ахмедшина и Елена из Костромы, отжавшись 57 раз и набрав 68 очков. У районных полиатлонистов лучшим оказался Александр Жуйков из Шарьинского района с результатом 47 подтягиваний и 92 очка. Вторым стал Николай Сучилов из Макаревского района и в результат 46 подтягиваний и 91 очко. И третьим стал Олег Кузнецов из Калагривского района. Он подтянулся 34 раза и набрал 78 очков. Первое силовое состязание среди районных полиатлонисток дало следующие результаты. Лучшей стала Екатерина Топоркова из Калагривского района, 88 отжиманий. На второй строчке Майя Кирюшина из Макаревского района, 87 отжиманий. На третьей позиции Светлана Кулакова из Октябрьского района, у нее 74 отжимания. Команды болели за своих, за тех, кто первыми начал соревновательную программу. Настрой перед престижным региональным турниром, как правило, царит боевой на победу. Сама организация, само размещение вообще без проблем. Мы сюда уже едем с таким хорошим настроением, позитивом. Нам нравится, что это будет. Меня все устраивает, здорово. Не было никаких отрицательных, таких негативных моментов. На общем фоне, я, допустим, уже несколько лет езжу. Зимние пятые игры у меня. Мне здесь нравится, здесь третий год. Как бы и условия, и организация. На общем фоне, наверное, одна из лучших организаций вообще, как бы, игр вот этих именов, игр губернаторских. Поэтому на 5, ну, на 10 баллов, если по 10 балль на шкале. Устраивает, все хорошо. Все близко. Проводят соревнования, все хорошо, очень организовано, все прекрасно, мне нравится. Просто как подготовились спортсмены, все от этого зависит, от своей подготовки. Команда у нас всегда сильная, всегда готова. В Красноярске? Да, в Красноярске у нас всегда в призах. Скажи, пожалуйста, у нас еще много конкурентов. Как их оцениваешь? Они тоже хорошо подготовлены, есть даже отличные. У нас есть новые спортсмены, которые еще не участвовали в предыдущие годы. Команда достаточно молодая, поэтому мы думаем, что результат у команды все-таки будет хороший. Палеотлонисты первыми начали и второй турнирный день, взяв в руки пневматическую винтовку. Соревнования по стрельбе – вторая часть общих состязаний в палеотлоне. Они также прошли в зале спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак». 10 выстрелов с расстояния 10 метров за 20 минут в 5 мишеней – таковы условия соревнований по стрельбе. До основных выстрелов участникам давалось 5 дополнительных минут на так называемые пристрелочные выстрелы в дополнительную шестую мишень. Всего в этот день на огневой рубеж вышли 90 человек – 4 смены по 15 стрелков из городов и районов и 2 смены по 15 глав муниципальных образований области. Вся моя жизнь прошла в спорте, можно считать так, с молодых лет. И сейчас я работаю тренером в спортивном комплексе «Динамо» в ТИИ. И веду группу малышей, ребят с 11 лет. Поэтому мы принимаем участие во всех городских и областных мероприятиях, в том числе и в Спартакеаде, который проводится здесь в Буе. Как судья со своей колокольни, как говорится, я могу сказать только одно. Здесь и первый год, уже третий год здесь проводится Спартакеада. Мы приезжаем сюда постоянно. И буквально с первого раза отметили то, что подготовка здесь очень хорошая. Неплохое размещение, питание, ребята. И условия проведения на местах соревнований тоже подготовлены, как говорится, от и до. Если брать десятилетнюю давность, когда я начала принимать участие в этих соревнованиях, в судействе, значит, намного возрос уровень подготовки и спортсменов, и экипировки спортсменов. Если мы раньше начинали стрелять из винтовок, как говорится, переломок ИЖ-22, результаты были кошмарные по нынешним временам. То сейчас, посмотрите, почти все ребята в костюмах, в стрелковых костюмах. Это, надо сказать, дорогое удовольствие. И винтовки у всех фирмы Вальтер в основном. Хаммерли. Ну, очень хорошая экипировка. Вот на результаты влияют. Конечно, конечно, результаты здесь очень хорошие. И много результатов за 90 очков. Это уже неплохо. Бессменный старший судья на нашем виде спорта Писанов Владимир Федорович. Он тренер по биатлону и по лыжам. Раньше сам занимался, в общем-то, и стрелок, и биатлонист, и лыжник в одном лице. С секретарем со мной ездит моя внучка Роженкова Наташа. В первую очередь, конечно, дальнейшего процветания, развития материальной базы в районах. Ну и хороших результатов всем участникам. Как можно больше принимать участие в таких мероприятиях. У мужчин из городов самым метким оказался Сергей Вовчик из Галича. Результат 90. Второй результат 88 у Андрея Оленева из Шарьи. Третьим по количеству выбитых очков 86 стал Виктор Веселов из Буя. Городские женщины на стрельбе показали следующие результаты. В тройке лидеров после силовой гимнастики боевлянка Юлия Изотина и шаринка Лилиана Яковлева поменялись местами. Лидер Юлия Изотина уступила Лилиане Яковлевой 4 очка и переместилась на второе место. Лидерство здесь за Лилианой. Костромичка Елена Ахмедшина сохранила третью позицию. Палеотлонисты из районов показали достаточно хорошие результаты в стрельбе. Результат 94 очка позволил Александру Жуйкову остаться лидером соревнований. Второе место с результатом 87 очков поделили Олег Кузнецов из Калагрифского и Александр Колотилов из Красносельского районов. Третьим на стрельбе стал Владимир Пермяков из Павинского района. Результат 82 очка. У районных женщин и на втором этапе палеотлона первые две строчки турнирной таблицы остались неизменными. Первая Екатерина Топоркова из Калагрифского и Майя Кирюшина из Макарьевского районов. По очкам 91 и 90 соответственно. На третью строчку в этом виде состязаний поднялась спортсменка из Шаринского района Софья Чикалева с результатом 86 очков. Главное для хорошего выстрела и точного поражения мишени, говорят стрелки, иметь железную выдержку, умение концентрироваться на поставленной задаче. Интерес прессы к соревнованиям такого уровня достаточно высок. Спартакиада в прессе освещается широко. Правда в зале, где проходят состязания по стрельбе, действуют свои строгие правила. Никаких фото вспышек, ничего такого, что могло бы хотя бы на мгновение ослепить спортсменов и помешать им сфокусироваться на мишени и точно прицелиться. Впечатление хорошее, все устраивает, все понравилось. Здесь все есть, все близко, очень удобно для спортсменов. Главное собраться с мыслями, подготовиться к себе машинально, чтобы хорошо стрельнуть, ни о чем не беспокоиться. Вчера потянулся 62 раза. Должна быть уравновешена психология спортсменов. Должен вовремя отвлечься, успокоиться, собраться. Организация, все на достаточно хорошем уровне, в принципе. Все нравится, все устраивает. Для Костромской области, мне кажется, самое подходящее место здесь. Выявляют какие-то новые таланты, может, из глубинок, которые, может, в дальнейшем уже будут выходить на более высокий уровень. Стрельба глав муниципальных образований Костромской области из пневматической винтовки – один из самых интересных видов областных зимних спортивных игр. Это тот случай, когда не руководитель города или района поддерживает и напутствует свою команду, а вся команда болеет за своего главу. Чувствуется и поддержка тренеров, они подсказывают и дают советы, ведь результат в этом виде программы идет в общий зачет команды муниципального образования и зачастую влияет на попадание в призеры. Среди глав городов – все мужчины, а вот среди представителей районов много женщин, причем многие из них взяли в руки винтовку только при подготовке к играм. Лучший результат – 95 очков из 100 возможных среди всех 30 участников – показал глава администрации городского округа «Город Буй» Игорь Ральников. Он лидер в категории «Города». Второй с результатом 90 очков – Михаил Блинов из Мантурова. На третьем – Юрий Маков из Волгореченска. Я готовился и волновался, когда шел на эти соревнования. Ну, неделю до этих соревнований пришлось походить в зал, пострелять. Ну, в общем, конечно, я раньше занимался, то есть в школе стрельбой занимался постоянно, были уроки начальной военной подготовки. То есть, в принципе, стрельбой занимался, конечно, и были определенные результаты, были грамоты, соревнования и в местном, и в областном уровне. То есть, в свое время занимались. Смирнов Борис Юрьевич, с ним тренировались, довольно упорные выходные, все праздники, День защитника Отечества провели, так сказать, в тренировках упорных. Конечно, я очень болею за нашу команду. Действительно, и сегодняшняя стрельба, она, в общем-то, это было не то, что на соревнованиях, все равно волнение, что твой результат, это влияет на результат всего общекомандного зачета, конечно, накладывает определенный отпечаток. Считаю, что неплохо. А вообще, в прошлые годы попадали ли в тройку, или как вообще Ваш результат? В тройку не попадал, но и последним не был. Вообще, хотелось бы сказать, что Буй очень гостеприимный город, уже третий раз подряд проводит зимние игры, и вообще условия для соревнований созданы очень благоприятные. И спортсменам очень здесь комфортно состязаться, и ребята также устроены очень хорошо, поэтому созданы все условия для отдыха тоже. Команду напутствовал, чтобы боролись за победу, чтобы набирали больше очков, чтобы город Галич прославляли и в спорте. Палеотлонисты выступили неплохо, вот, наша семейная команда тоже начала успешно выступать. Надеемся на хороший результат. Ну, настроение хорошее у Вас? Да, настроение у всех хорошее, так что очень здорово. Это настоящий спортивный праздник. Среди глав муниципальных районов лидировал Сергей Чеснов, Костромской район. На втором месте Павел Шаронов, Макаревский район. И на третьем Николай Глушаков, Шаринский район. У нас команда хорошая, мы каждый год собираем, значит, соответственно, вот на, в основном на летних и на зимних мы занимаем неплохие места, даже иногда второе место, призовые места. Команда хорошая, нормальная, да. И после того, как закончится сегодня сахаринование, всех жду у себя в кабинете, соответственно, с награждением по итогам и по успехам сахаринований. Хорошие, у нас очень хорошие наши наставники. Научили, как сидеть, научили, как стрелять, научили, как сдерживать дыхание, когда его отпускать. Руководитель сказал, как вы стрелите, такое место и команда займет, да как промакивать себя. Кубу я знаю давно, дружим давно, поэтому все замечательно. Вместе с полиатлонистами на старт во второй день вышли и семейные команды. Им предстояло попробовать свои силы на льду и продемонстрировать умение владеть коньком. Шорт-трек эстафета проходила на ледовой арене «Планета». Первыми стартовали папы, передавали эстафету мамам, а те, в свою очередь, детям. Многие родители продолжают заниматься спортом для того, чтобы привлечь к этим занятиям детей, показывая этим пример подрастающему поколению, ставя спорт и здоровый активный образ жизни, а также честную спортивную борьбу в один ряд с семейными традициями и человеческими ценностями. Большинство не в первый раз участвуют в спартакиаде, привлекают сначала старших, а затем младших детей. Мы не первые, на зимние пятые, потому что у нас девочка третий ребенок, мы начали со старшего. Спортивная семья получается? Ну, как бы да. Получается. Как настрой на игры? Как обычно. Ну, победить. Спортивная. Хватит победить. Детей немножко привлечь. Старший сейчас у нас уже заниматься полиатлоном на лыжах. Мы захотели, чтобы старший сын занимался лыжами и вместе с ним встали на лыжи. И благодаря старшему сыну попали на спартакиаду. Вот так. Здорово, что вообще семейные команды принимают участие? Ну, конечно, здорово. То есть это совсем другой дух, чувство оптимизма возникает, желание жить, творить, заниматься спортом. Да и общаемся. То есть кругом здоровые люди. Уже знакомые, которые тоже не первый раз уже. Интересно, интересно. Коток сделали. Коток есть? Да, коток есть. Сами разгребаем коток. О, здесь очень хорошо. Хорошо. Спасибо. Да, принимайте очень дружелюбно. Такое настроение приподнятое. Хочется сказать, конечно, всем спасибо организаторам. Уже участвуем не в первый раз. В прошлом году не получилось, к сожалению. В прошлом сюда же приезжали. Заняли тогда третье, четвертое место. Очень довольны. Все компактно расположено. Ну, как сказать-то. Очень рады сюда приезжать. По возможности приездим и зимой, и летом. К сожалению, нет такой прекрасной арены. У нас есть открытый каток на стадионе. И у нас красный на Волге. Мы даже вот пока снега нет на Волге, ездим прямо по льду, по открытому. Думали, что какие-то нервы будут. Нет, так все добродушно, все относятся. Не скандалят, ничего. Ну, так, как добрые семейные такие эти. Хорошая очень игра. Да, очень нравится. Сплочение больше тренировок. На тренировки больше времени тратим. Больше уделяем внимание здоровью. Дочка пристрастилась к лыжам. И дети приучаются. У нас есть еще мальчик. Мальчик, да. Я хочу тоже быть спортсменом, как вы. Благодарны маме и папе, что они привели меня в спорт. Счастье, что со мной мама и папа делят победу. На ледовом старте у городских семей с девочкой лидеры Буявляни Лебедевы. Второй результат у шаринцев Чиркиных и третий у нерехчан Родионовых. У семей с мальчиком группы города на льду лидируют Солнцевы из Волгореченска, вторые Голубевы из Костромы и третьи Лебедевы из Мантурова. В группе районы у семейных команд с девочкой Соколовой из Солигалического района первые, Титовы из Островского вторые и Шишовы из Павенского третьи. Районные семьи с мальчиком. Всех вновь опередили Овчинниковы. Вторыми стали Еперины и замкнули тройку лидеров Сусловы. После семейных команд на ледовую арену вышли конькоберстцы. Среди городов первой стала Кострома, серебро у Буя и бронза у Нерехты. Лидерство среди районов у Костромского – Золото, на втором месте Буйский район и на третьем – Красносельский. Рядом с ледовой ареной на лыжне стадиона «Спартак» соревновались сильнейшие лыжники области. Первыми стартовали женщины на дистанции 5 километров, ход классический. Как трасса? Трасса шикарна, сделана прекрасно. А вот конкуренты вам как? Конкуренты подготовлены просто класс, молодцы. В том году были послабше, а в этом году все подготовлены просто супер. Уже даже тяжело, я так понимаю. Да, тяжеловато, конечно. Я уже в этом году меньше тренируюсь, и поэтому бороться уже тяжелее стало. Погода просто суперская, то, что надо. Вот сейчас мальчишки побегут еще в нормальную погоду, в нормальных условиях. А вот дальше будут стартовать биатлонисты, уже будет немножко так все поразбито, и поэтому будет тяжеловато им. Но ничего, они справятся, они молодцы. Проехалось хорошо, легко. Снег, правда, жесткий. Но ничего, справились. В этой трассе в городе Буина, в спорте-океаде участвуют третий год подряд. Мне трасса очень нравится. Еду сюда с радостью, с удовольствием. Все хорошо. Суперники сильные, более чем даже. Но ничего, есть к чему стремиться и за кем тянуться. Категория города. В этой дисциплине среди женщин лучшей оказалась Карина Поленова из Костромы. Второй стала Алина Суботина, также город Кострома. И на третью ступень пьедестала поднялась Екатерина Рыбакова из Волгореченска. У районных женщин быстрее всех к финишу пришла Анита Айрих из Солигалического района. Второй пересекла финишную прямую Ирина Мулина из Калагрифского района. И третий финишировала Алена Лукичева из Красносельского района. Классическим стилем следом за женщинами мужчины преодолевали 10-километровую дистанцию. В этом виде среди лыжников из городов первым оказался Николай Лохов из Нерехты. На второй строчке Дмитрий Масликов из Костромы. На третьем месте Эдуард Архипов из Волгореченска. Среди районов две первые строчки турнирной таблицы у лыжников из Костромского района. У Дмитрия Павличева и Александра Воронова. На третьей позиции лыжник из Красносельского района Владимир Смирнов. Настроение бодрое, веселое. Не ожидал сам, что будущее в призах. Победа. Кто к этому стремится, наверное, добьется этого. Своей силой на лыжне во второй день соревнований попробовали и полиатлонисты. Лыжными гонками у них завершилась программа выступлений на 13-х областных зимних спортивных играх на призы губернатора в Буе. По сумме баллов в трех видах полиатлона Юлия Изотина из Буя стала лидером соревнований. Второй оказалась Лилиана Яковлева из Шарии и на третьем месте Елена Ахмедшина из Костромы. У мужчин из городов лучшим в полиатлоне стал шаринец Андрей Оленев. На втором месте Сергей Вовчик из Галича. И третье место досталось костромичу Ильясу Ахмедшину. У представительниц прекрасного пола среди районов в полиатлоне лидером стала Екатерина Топоркова из Калагриевского района. На вторую ступень пьедестала поднялась Майя Кирюшина из Макарьевского района. И третье место заняла Софья Чикалева из Шаринского района. Золото в полиатлоне среди районных спортсменов завоевал Александр Жуйков из Шаринского района. Серебряная медаль у Олега Кузнецова из Калагриевского. И бронза у Александра Колотилова из Красносельского района. Второй день соревнований завершился грандиозным открытием 13-х зимних губернаторских игр. Торжественная церемония открытия состоялась на центральной площади Буя. На парад участников своей команды представили 7 городов и 23 района Костромской области, которые боролись за право быть лучшими. Спартакиаду открыл глава региона. Город Буя всегда хорошо справляется с этой задачей. Здесь и традиции давние наработанные есть. Обратите внимание, есть сегодня все абсолютно для зимних игр. Даже погода есть. В Костроме сегодня мы с вами знаем, лыжню найти уже будет сложно. Здесь даже еще и снежок идет. Есть своя ледовая арена. Вообще, по большому счету, сегодня наиболее приспособленными городами для проведения подобных игр являются Кострома и Буй. Буй принимает эти соревнования уже третий раз. Замечательно, неплохо получается. Право поднять флаги Российской Федерации, Костромской области и города Буя было предоставлено капитанам команд победителей 12-х игр города Костромы и Костромского района и капитану команды хозяйки соревнований города Буя. Факел с огнем на центральную площадь доставила воспитанница Буйской детской юношеской спортивной школы, неоднократный призер соревнований по лыжным гонкам Анна Парийская. Огонь спартакиады зажгли олимпийские чемпионы, заслуженный мастер спорта СССР Алевтина Алюнина и заслуженный мастер спорта России Александр Голубев. Зажженный огонь дал старт залпом салюта. Высоких гостей Буй по традиции встречал хлебом с солью. Спартакиада объединяет все муниципальные образования под флагом спорта и здоровья. Это одно из главных спортивных событий в нашем регионе. Многие называют его областной олимпиадой. 13-е игры прошли в год значимого для нашей страны юбилея – 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ветераны, приветствуя спортсменов, призвали их посвятить спортивные достижения и победы нашей общей победе, одержанной нашими дедами и прадедами в 45-м. В своем приветствии губернатор Сергей Ситников отметил, что массовые спортивные мероприятия объединяют, позволяют почувствовать себя причастными к великим достижениям великой страны, являются неотъемлемой частью патриотического воспитания молодежи. Сегодняшнее мероприятие проходит в год, когда мы будем праздновать 70 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне. Я хочу, чтобы мы с вами были все достойны памяти наших дедов, прадедов, у кого-то отцов, которые свою жизнь, здоровье положили на алтарь победы. И сделали они это по той причине, что были сильными и крепкими, чего я сегодня всем вам и желаю. Традиционным символом игр стала синячка-лыжница. Подарком от буйских детей и молодежи стала танцевальная композиция в исполнении хореографических коллективов Дворца культуры железнодорожников, постановщика Светлана Далматская. Закончилась церемония открытия 13-х зимних спортивных игр на призы губернатора феерическим шоу – выступлением Театра Огня «Прометей» из города Иваново. Третий день соревнований начался с состязания лыжников. В этом году погода была почти весенней, но организаторам удалось сохранить лыжную трассу в хорошем состоянии. На лыжную гонку свободным стилем первыми вышли женщины. Дистанция такая же, как и на классике – 5 километров. Финиш не принес неожиданностей. Лидерство так и осталось за сильнейшими лыжницами области. Впереди две костромички – золото у Алины Субботиной и серебро у Карины Поленовой. Третий, так же, как и классическим ходом, эту дистанцию преодолела Екатерина Рыбакова из Волгареченска. Это в категории города. Среди лыжниц из районов тройка лидеров осталась неизменной. Анита Айрихс – легалический район первая, Ирина Мулина из Калагрифского – вторая и Алена Лукичева из Красносельского – третья. В двое длиннее дистанцию в 10 километров свободным стилем после женщин преодолевали мужчины. У мужчин из городов двое лидеров те же, что и в классике. Нерехчанин Николай Лухов на высшей ступени пьедестала, за ним следует Дмитрий Масликов из Костромы, а вот на третьем месте оказался шаринец Денис Пашкин, оттеснив бронзового призера в гонке классическим стилем Эдуарда Архипова из Волгареченска на четвертое место. Среди мужчин из районов также первые две строчки в турнирной таблице остались за лидерами классической гонки. Золото у Дмитрия Павлычева и серебро у Александра Воронова из Костромского района. Бронзу в этом виде соревнований завоевал Андрей Кураев из Шаринского района, Владимир Смирнов из Красносельского стал четвертым. В личных соревнованиях состязались и конькобежцы. В группе «Города» лидером в шорт-треке стала костромичка Екатерина Фасохуддинова. Серебро завоевала буявлянка Татьяна Юркина, бронза у шаринки Натальи Есениковой. В районах тройку лидеров возглавляет Любовь Тарасова из Костромского района, за ней на втором месте Анастасия Никитина из Буйского района и замыкает тройку лидеров Анна Лысова из Октябрьского района. Я первый раз приехала, но это замечательно. Я видела здесь девочек, я думаю, они профессионально занимаются, очень здорово катаются. А не подвести, не упасть, подвести команду. У городских мужчин лидирует Анатолий Максимов из Костромы, вторым стал Никита Шутов из Буя и третье место занял Антон Алешин из Нерехты. Первенство среди конькобежцев из районов досталось Илье Кузнецову из Костромского района, на втором месте Артем Барабанов из Буйского и третьим стал Егор Егоров из Красносельского района. Свои силы на этих областных соревнованиях пробовали и стреляющие лыжники. Сначала в индивидуальной гонке, на дистанции 7,5 километров и с двумя огнивыми рубежами. В биатлонной гонке победителем стал Артем Рычков из Костромы, вторым финишировал Алексей Данилычев из Волгореченска и третьим к финишу пришел Антон Дмитренко из Шарьи. У районов в биатлоне лидерские позиции следующие. Первое место у Сергея Дмитренко из Шарьинского района, на втором Юрий Баров из Макарьевского и на третьем Максим Малеев из Судиславского. В биатлоне надо хорошо бежать, стрелять, адреналин вырабатываться, особенно когда подходишь к стрельбе. Трасса хорошая. Трасса хорошая, проехал, думаю, нормально. Ну, думал прежде всего, чтобы, ну, как не опозорить свой район, выждался на полную, ну, хотел улучшить свое время. Впечатления, хоть я и финишировал не в первых рядах, остались самые лучшие. Трасса все подготовлена, все на высшем уровне проводится, как бы, все хорошо. В третий день спортивных игр свои состязания лыжной эстафетой заканчивали семейные команды. Лидерам соревнований среди городских семей с девочкой Лебедевым из Буя не удалось выйти на старт по причине болезни дочери. За лыжную эстафету им присудили третье место, но предыдущие два первых места позволили им в итоге стать победителями. На втором месте оказались Чиркины из Шарьи и на третьем Родионовы из Нерехты. У городских семейных команд с мальчиком итоговая таблица выглядит так. Лидерами стали Солнцевы из Волгореченска, второе место заняли Лебедевы из Мантурова и третьими стали Голубевы из Костромы. У семейных команд с девочкой из районов первенство завоевали Соколовы из Солигалического района, на втором месте Титовы из Островского и третьими стали Шишовы из Павинского. Семьи с мальчиком из районов распределили призовые места следующим образом. Лидером стала семья Овчинниковых из Костромского района, на втором месте Еперины из Макаревского и третьими стали Сусловы из Нейского района. Всегда относились хорошо и сейчас маленького поставим на лыжи, стараемся, чтобы он от нас не отставал. В этом спортсмене мы выступаем постоянно, вот с сыном уже второй раз, а так до этого с дочкой старше выступали, тоже раза три-четыре. То есть у вас спортивная семья? Да, 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 да. И стараемся, чтобы все остальные дети тоже нас поддерживали. Участие в играх влияет как-то на отношения в семье в вашем? Ну, я думаю, конечно. Не только в нашей, в любой семье это в принципе сплочает семью. В любой тяжелой ситуации семья старается как-то друг друга поддержать и выручить в трудную минуту. Меня тренирует мама. Очень здорово, что родители меня приобщили к спорту. Мне чем нравится в Буе тем, что все рядом компактно. То есть арена здесь, на лыжах отбежали, пошли поболели за конькобежцев. Посмотрели на стрельбу, все рядышком, все хорошо. У нас на этой спорта Киаги всегда хорошее настроение, самое замечательное. Нам очень нравится. А что нравится? А все нравится, атмосфера нравится. Все это как-то, это, ну, дружная команда, и с другими командами общаться нравится вообще. Задор такой, мотивация на будущее занятие. Объекты-то вообще замечательные здесь. Прямо хорошо, что здесь проводят даже каждый год. Все вместе, это находится рядом. Хорошо нас размещают, нам очень все нравится. Организация хорошая. Очень удобно. Вместе занимаемся постоянно. Семья сплоченная, дружная. То есть мы и дома вместе, потом на тренировки ходим вместе. То есть время проводим много. Ну и для здоровья все это хорошо. Да, мы надеемся, что толчок будет для развития нашего сына. Мы для этого все делаем. И чтобы его дух тоже был высоким, да, поднятым. Мы для него стараемся еще. Он занимается лыжными гонками, то есть хотим, чтобы дальше занимался. Мне очень нравится, что родители привели меня в спорт. Я желаю всем заниматься спортом. Самым захватывающим по накалу борьбы за победу стал завершающий четвертый день соревнований. Две эстафеты, лыжная и биатлонная, по традиции завершали турнирную программу. Это, пожалуй, самый зрелищный спортивный вид. В каждой команде, вышедшей на старт, в лыжной эстафете четыре участника. Две женщины и два мужчины. Самой быстрой среди городов на трассе оказалась на этот раз команда областной столицы. Это костромичи Екатерина Поленова, Роман Кислов, Алина Суботина и Дмитрий Масликов. Второе призовое место в упорной борьбе завоевали шарьинцы. Мария Шлихтинская, Денис Пашкин, Елизавета Козырина и Евгений Страхов. Третьими в эстафетной борьбе стали буйские лыжники. Анна Парийская, Дмитрий Хазов, Марина Калашникова и Алексей Сергеев. Волгореченцы четвертые. Пятые лыжники из Нерехты. На шестой позиции Галич и на седьмом месте Мантурова. В числе лидеров у районных команд первыми стали Мария Князева, Александр Воронов, Лариса Говоркова и Дмитрий Павловичев из Костромского района. Серебро около Грифского района в составе команды Ирина Мулина, Максим Логинов, Яна Козырева и Антон Простяков. И третье место заняла команда Солегалического района, в составе которой Анита Айрих, Сергей Кочнов, Наталья Попова, Антон Добров. Команду собрали. Мы все профессионально занимаемся спортом. У нас конькобежцы, у нас семья занимается тоже. Мы, вот, наша вся команда полная. Занимаемся у одного тренера. И, как бы, достаточно. Результаты показываем хорошие на всероссийских соревнованиях. То есть, для нас приехать сюда, просто даже бежать в полсилы, это, как бы... Все считают, что вот, Кострома такие великие. Мы не великие. Мы просто обычные, простые ребята. Просто мы занимаемся лыжами, и мы живем этим. Вот и все. Конечно, довольны. Все планировали, все выполнили. Все планировали. Как вообще лыжня? Как по ходу шли? Хорошо, нехорошо? Погода подкачала? Ну, погода срывата, но лыжи подготовлены нормально. По три стрелка на лыжах выставили города и районы на не менее зрелищную биатлонную эстафету. Победа на этом финальном этапе соревнований досталась среди городов Костроме. В составе команды Ильяс Ахмедшин, Артем Рычков и Алена Ахмедшина. Второе место завоевала команда города Волгореченск. Андрей Мостаков, Алексей Данилычев и Анна Шатунова. Замыкают тройку лидеров «Шаринцы» Антон Дмитренко, Андрей Оленев и Лилиана Яковлева. Четвертое место у Буя. Пятое занимает Нерехта. На шестой строке Галич и на седьмом месте Мантурово. Среди районных биатлонистов по результатам эстафеты лидирует Калагривский район. Олег Кузнецов, Дмитрий Пантелеев, Екатерина Топоркова. Вторыми стали Сергей Дмитренко, Александр Жуйков и Софья Чекалева из Шаринского района. На третьем месте Михаил Герасимов, Владимир Пермяков и Дарья Подобина из Павинского района. По итогам всех состязаний в командном первенстве среди городских округов третье место занял город Буй. Серебро завоевала команда города Волгореченска и победу одержала команда города Костромы. У муниципальных районов замыкает лидерскую тройку команда Красносельского района. На второй позиции команда Макарьевского района и победителем стала команда Костромского района. Победители и призеры были награждены дипломами, кубками, медалями и денежными премиями. Это славная страница Костромского спорта, потому что на высоком организационном уровне, с хорошими спортивными результатами, очень эстетично проведены соревнования. Спасибо вам большое, спасибо организаторам, спасибо судьям, спасибо спортсменам. Вижу ваши глаза и уверена, что проигравших вот в этих соревнованиях сегодня, конечно же, нет. Потому что все вы получили заряд энергии, заряд бодрости. Вы пообщались со своими знакомыми друзьями, которые традиционно принимают участие в зимних играх на призы губернатора. Особые слова благодарности, конечно же, победителям, потому что вы молодцы, вы старались, с вас спортивная Кострома будет брать пример. А ко всем большая очень просьба, пожалуйста, продвигайте спорт в своих муниципальных образованиях, более активно вовлекайте молодежь в занятия спортом. Желаю вам всего самого доброго, здоровья, радости, счастья. С праздником! Спортивные игры на призы губернатора в Костромской области – это важный этап в развитии зимних видов спорта в городах и районах региона. Это пропаганда физической культуры как важнейшего средства укрепления здоровья населения области. Это привлечение все большего количества молодежи и трудящихся граждан к регулярным занятиям спортом. Толчок к развитию спортивной инфраструктуры в муниципалитетах, организации проведений на местах спортивной работы. Игры 2015 вновь порадовали участников и болельщиков с охватывающими состязаниями, оставили в памяти незабываемые впечатления и рекорды. Через год нас ждут новые победы и достижения, возможно, новый, более высокий уровень спортивного мастерства и новые имена лучших спортсменов Костромской области. Город Буль всегда очень хорошо встречал своих гостей. И вот те соревнования, которые мы проводим, мы, конечно, стараемся передать все для нашей молодежи, для тех ребят, которые глядят на таких спортсменов, которые к нам приезжают. Это лучшие спортсмены, это мастера спорта, которые действительно показывают хорошие результаты. И мне бы хотелось сказать, что ребята, я думаю, что видят это и для них это определенный стимул. Следующие игры мы тоже ждем в нашем городе. И надеюсь, что и мастерство наших спортсменов подрастет, и погода у нас не подкачает никак в этом году. Также соревнования пойдут на высоком уровне. 13-е областные зимние игры – это уже история. Одна из славных страниц Костромского спорта. Спартакиада 2015 завершилась. Началась подготовка к новым 14-м зимним спортивным играм. Субтитры создавал DimaTorzok